Здравствуйте, ребят! Меня зовут Глухов Илья Викторович, я преподаватель кафедры учебной математики, и мы с вами продолжаем подготовку к ЕГЭ, а именно будем учиться решать задачи с параметрами. Это второе занятие, и мы продолжаем обыгрывать задачки с параметрами, связанными с геометрическими идеями. Если вы не смотрели прошлое занятие, обязательно его посмотрите и потом возвращайтесь к этому занятию. О прошлом занятии я сказал, что мы будем разбирать пока что задачки, в которых у нас есть система, одно уравнение зависит от параметра, другое не зависит. Бывает так, что оба будут зависеть от параметра, и мы просто рисуем множество точек заданных каждым из уравнений, понимаем как множество точек видоизменяются на плоскости OXY в зависимости от параметра, и понимаем сколько будет пересечения у множества точек заданного первого уравнения, второго уравнения. Отсюда делаем виводы по вопросам задач. Собственно, продолжаем решать такие задачи. Первая задачка на сегодня такова. У нас есть система из двух неравенств. Не уравнение, а неравенство. Это не сильно страшно для нас. Не нужно найти значение параметра А, при которых существует единственное решение у данной системы. Все такие значения параметра А нужно найти. Давайте решать данную систему. Как обычно, начнем с уравнения или неравенства, не содержащего параметра А. Но это у нас первое неравенство. Что мы здесь можем заметить? Многие из вас смогут заметить, что у этого квадратного трехчлена дискриминат будет меньше либо равен нуля. Многие просто дальше сокращают эту скобочку. Если рассматривать дискриминат относительно переменных x. Давайте я подробнее это распишу. Слишком много устно проговариваю. Рассмотрим вот такую штуку. И рассмотрим это как квадратный трехчлен с неизвестной переменной x, а y пусть будет известная. Тогда дискриминат для этой штуки будет равен y квадрат минус 4y квадрат. Это будет минус 3y квадрат. Это меньше либо равно. Отсюда можно сделать вывод, что вот это всегда больше либо равно нуля. Ну а когда оно равно нулю? И некоторые из вас вот на этой задачки. Ну эта задачка была на олимпиаде после тех какого-то года, древнего. Но она симпатичная. И идея этой задачки связана больше со вторым уравнением, да и с первым тоже. Пока не встречались на ЕГЭ, но могут же подобное встретиться. Почему нет? На самом деле простая задачка с точки зрения идей. Вот. А многие из вас дальше сокращают эту скобочку, потому что думают, что здесь строго больше нуля и можно сократить. А может не думают. Думают, что больше либо равно нуля и сокращают на ноль. Такое тоже бывает. Ну что ж, тогда задачку, скорее всего, дальше вы просто не решите. Вот здесь все-таки это скобочкой какую-то роль донесет. А идея такая, что вот это равняется нулю при игрек равном нулю. И вот это все выражение уже будет больше либо равно нуля при уже еще и икс равном нулю. Понятно? Вот. Мне больше эту же идею я могу обыграть немножко по-другому. Сказав, что как я уже говорил на прошлом занятии, хорошо бы выделять полный квадрат. Если мы видим квадрат трехчлена. Ну или раскладывать на множество. На множество, как видите, здесь не раскладывается. Добавим игрек квадрат на 4. Это будет у нас тогда вот это все будет полный квадрат. Вот эти три слагаемых будет образовываться. полный квадрат. Ну и еще добавим три четвертых игрек квадрата. Чтобы уравнять вот это и вот это. Понятно? Дальше. Это будет икс плюс игрек пополам в квадрате плюс три четвертых игрек квадрата. Эта скобочка больше либо равна нуля. вот это выражение больше либо равно нуля. И тогда все это больше либо равно нуля. Причем это выражение равно нулю. когда одновременно это и это равно нулю. То есть, когда икс в итоге мы получим что это равно нулю при икс и игрек одновременно равных нулю. Ну а что мы можем дальше сделать с нашим первым уравнением? Это вот прелюдия маленькая была. А мы можем сказать, что первое уравнение равносильно совокупности икс и игрек равно ноль ноль. Обрати внимание, что если я просто подставлю икс вместо икса и игрека ноль ноль, то здесь будет верное неравенство. Будет ноль больше либо равен нуля. Это верное неравенство. Хорошо? Или если у нас икс и игрек неравен ноль ноль, то я могу просто сократить тогда на левую скобку и останется у меня неравенство икс квадрат минус тридцать шесть больше либо равно нуля. Ну или давайте это немножечко опять перепишем. Или у нас первое уравнение задает множество точек точку. Решение второго неравенства. Икс больше либо равен шести или икс меньше либо равен минус шести. Ну это стандартное квадратное неравенство. Вот. Теперь. Тут дальше тоже бывают веселые ошибки у людей. Множество точек заданное вот такой вот совокупности. Тут единая совокупность. Вот эти. Тут можно убрать в итоге. Это точка. А что за множество точек задается вот этим неравенством? Если бы здесь было равенство, то это была бы прямая икс равно шести. А так это будет все, что правее прямой икс равное шести. Множество точек задано неравенством икс равно меньше либо равном минус шести. Это вот такая полуплоскость. Понятно? Еще у нас есть точка ноль ноль. То есть синее множество точек. Вот оно изображено здесь. Понятно? Давайте я вам покажу, как оно выглядит в десмосе красиво. И потом будем думать о множестве точек, заданном вторым неравенством. Вот оно, множество точек, заданное первым неравенством. Точка и две вот эти обещанные мною полуплоскости. Поехали дальше. Ребят, поговорим теперь о множестве точек, заданном вторым неравенством. Попробуем его нарисовать для какого-нибудь фиксированного а. Мысленно возьмем, например, фиксированное а, равное тройке. Так и напишем. Во-первых, мы говорим с вами про второй минуточек. Но писать везде все равно будем произвольно. Писать это в ЕГЭ не стоит. Если что-то вы там мысленно делаете, это я для вас пишу. Зафиксируем а, равное тройке. Дальше. Ну, кстати, а меньше нуля, если будет. Если вот это будет меньше нуля, наверное, сумма модуля не может быть меньше нуля. Поэтому при а меньше нуля вообще второе множество точек это будет пустое множество точек. И решением системы будет пустота. Пустота. Это нам не очень интересно. Ну да ладно. Это запомнили. Это факт. Хорошо. Нуль первого модуля. Давайте без всяких симметрий попробуем нарисовать множество точек за одно и вторым неравенством. Нуль первого модуля. Это прямая х, равная 2 минус у. Давайте ее нарисуем. Что-то как-то... В смысле все равно мы это нормально нарисуем потом. Так, ну допустим... Прямая х равно... 2 минус у. На этой прямой, на этой прямой, вот этот модуль обнуляется. Правее этой прямой. Модуль раскрывается со знаком плюс, потому что мы из икса вычитаем там что-то. Левее со знаком минус. Если бы вы рассматривали... Можно по другой логике порассуждать. Можно рассмотреть вот этот же модуль, вот этот же модуль, как y минус 2 минус x. И тогда вы как бы... Раз это была бы та же самая прямая, правильно? Так, нуль этого модуля была бы та же самая прямая. Ну это просто то же самое написано. И все, что выше этой прямой со знаком плюс бы раскрывалось. Все, что ниже со знаком минус. Потому что вы из y что-то вычитаете. Понятно? То есть если из y что-то вычитаете, то надо выше кривой со знаком плюс раскрывать, ниже кривой со знаком минус. Если из икса что-то вычитаете, правее прямой со знаком... Прямой, кривой, неважно. Со знаком плюс, левее со знаком минус. Понятно? Идем дальше. Нуль второго модуля. Это прямая x равно 2 плюс y. Нарисуем ее. Вот такая вот прямая. Дальше. Значит, первый модуль. Вот здесь со знаком. У нас вот эти две пунктирные прямые разрезают нашу плоскость на 4 куска. На каждом из кусков, каждый из модулев раскрывается с определенным знаком. Здесь, вот в этом куске и вот в этом куске первый модуль раскрывается со знаком плюс. Вот в этом куске и вот в этом куске со знаком минус. С зеленым модулем что будет происходить? Все, что правее этого модуля, со знаком плюс раскрывает. Все, что левее, со знаком минус. Давайте подпишем. Минус, минус, плюс, плюс. Хорошо. Давайте, например, обыграем плюс-минус. Вот это вот. Как множество точек наше будет выглядеть на... Какое уравнение примет наш множество точек на вот этом вот уголке. Понятно? Давайте. Первый со знаком плюс. Икс минус 2 плюс игрек. Второй со знаком минус. Минус икс плюс 2 плюс игрек. Меньше либо равно а. Иксы сокращаются. Остается... Двойки тоже сокращаются. Остается игрек меньше либо равно ополам. Понятно? Но мы, как я вам уже говорил, мысленно сказали, что а у нас равно 3. Значит, игрек у нас будет меньше либо равно 3 вторых. Полтора. Правильно? Давайте это изобразим. То есть, мы находимся ниже прямой. Игрек равно а пополам. И внутри вот этого уголка. Вот ниже вот этой прямой. То есть, вот такое множество. И внутри вот этого уголка остается вот эта вот часть. Вот такой треугольничек. Понятно? Ну, давайте его заштрихуем. Договорились? Давайте рассмотрим случай минус-минус. Оба модуля со знаком минусы раскрываются. Минус икс плюс 2. Минус икс. Минус икс. Плюс 2. Плюс икс. Меньше либо равно а. Теперь уже игреки сокращаются. Получается, икс будет больше либо равен. Там 2 икс будет больше либо равен. А плюс 4. Или а пополам плюс 2. Только минус а пополам плюс 2. Хорошо. При а, равном 3, 2 минус 3 вторых — это 1 вторая. То есть у нас получается, икс будет больше либо равен 1 второй. Еще раз тут некрасиво было изображено. Минус а пополам плюс 2. Короче. Прямая икс равно 1 второй. Вот такая вот. То есть мы вначале, прежде чем рисовать множество точек заданных неравенств, рисуем множество точек заданных равенств, а потом левую или нижнюю часть берем. Ну, понятно, что здесь правую. Левую или правую часть берем. Множество точек отделено на это прямой. Здесь правую часть берем, конечно же. Значит, что получается? Множество точек правее вот этой прямой. Пересечения с вот этим уголком. Осталось вот этот треугольничек. Ладно. Но я думаю, что вы уже догадались, к чему все это идет. К тому, что мы, множество точек заданных вот этим уравнением, это будет квадратик. Только квадратик, в отличие от прошлого занятия, там у нас был ромбик, помните? Там у ромбика диагонали были параллельны осям O, X и O, Y. А здесь у нас получилось классно. У нас получились стороны параллельны осям O, X и O, Y. А диагонали повернуты. Понятно? То есть, в принципе, можно было догадаться. Модуль плюс модуль равно чему-то это у нас будет. Рамка квадратика. А меньше либо равно чего-то. Это квадратик вместе с внутренностью. И рамка, и внутренность это квадрат. Ну да. Рамка квадрата, это как-то масло-масляный такой квадрат. Все-таки подразумевается множество точек на границе. По умолчанию вроде в геометрии. Ну, неважно. Тут уже я просто оговариваюсь. Вы, наверное, мне простить это. Так. Получился вот такой квадрат. Теперь. Вот эта высота. Это A пополам. Тут A пополам тоже. Вы, наверное, догадываетесь, что вот это A. То есть, параметр A здесь отвечает за гомотетию нашего квадрата, заштрихованного, относительно центра этого квадрата. То есть, относительно точки 2, 0. Что я еще могу заметить? Как вы видите, этот квадратик обладает симметрией относительно силы X. И, в принципе, некоторые из вас могли заметить, что если я вместо Y подставляю минус Y вот в это уравнение, неравенство во второе неравенство, то в неравенстве ничего не происходит. Просто первый модуль превращается во второй. И наоборот. Понятно? Посмотрите на это внимательно и поймите, почему здесь есть симметрия относительно оси у X. То есть, можно было построить вот этот треугольничек, вот этот треугольничек, вот этот треугольничек, а дальше симметрично отразить. В принципе, можно было бы заметить, что симметрия относительно прямой X равно 2, но она немножко сложнее замечается. Ну, можно было как поступить? Можно было X минус 2 заменить на X, потом заметить, что у нас есть симметрия вообще относительно силы X, Y и точки 0,0, а потом сместить на 2 вправо наш квадрат. То есть, у нас бы в начале квадрат вот такой бы нарисовался, а потом мы заменили X на X минус 2 и сместили. Ну, так мы поступали уже в предыдущей задаче, с последней задачей прошлого занятия. То есть, это для нас не новый прием, можно было так заметить. Ну, я специально что-то нарисовал в лоб, потому что в лоб надо иногда уметь рисовать, не всегда видны симметрии, движения и прочие штуки. Понятно? Тем более, это не так все сложно делалось. Хорошо, давайте теперь подытожим картинки, заданные двумя нашими неравенствами на D-смессе. Вот у нас есть наше множество точек, заданное первым неравенством. И если А очень-очень маленькое, то мы получаем очень-очень маленький квадрат со стороной очень-очень маленькой, равной А. Согласны? Увеличиваем А. Но все еще квадрат не пересекает синее множество точек, и решений просто нет. До какого момента? До момента, когда ребро, левая сторона нашего квадрата, пересечет точку 0,0. Согласны? И решение будет ровно одно в этот момент. Согласны? Хорошо. Идем дальше. Увеличиваем дальше наш параметр. И вот если я чуть-чуть увеличу квадрат, то все так же будет одно единственное решение. Наш квадрат все так же будет содержать, пересекать наше синее множество точек всего в одной точке, в точке 0,0. То есть вы видите, что точка 0,0 очень сильно влияет на ответ нашей задачи. Это вроде тоже подходящий нам квадрат. До какого момента? До момента, когда наш квадрат будет касаться правой полуплоскости синего множества точек. Тогда уже решений будет бесконечно много. У нас наш большой квадрат, он будет пересекать синее множество точек в этой точке 0,0 и по целому отрезку. То есть по целой стороне своей. А на стороне будет бесконечное количество точек и будет бесконечное множество решений. И если я дальше буду увеличивать квадрат, то там будет еще тем более, еще больше пересечений и будет все так же бесконечное количество решений системы. Это нам неинтересно. Нам интересны случаи, когда квадрат пересекает только в одной точке синее множество точек. Давайте еще чуть-чуть и получим ответ на эту задачу. То есть смотрите, нам интересно положение квадрата от такого включая, до вот такого квадрата не включая. Ну, этот квадратик имеет сторону, наверное, 4, это по картинке просто видно. Это 8. То есть в итоге мы получаем, что наша А как раз принадлежит от 4. Я могу подчеркнуть. Включая. До 8. Не включая. У меня вот этот квадратик изначально был красным. Вот. Просто когда фиолетовый наложился на красный, все, оно стало фиолетовым. Вот. И это ответ на задачку. Ну, такой ответ давным-давно на нас смотрел. Правильно? Вот. Если я правильно помню, эту задачку не очень хорошо решали, хотя вот сейчас кажется, что она очень простая. Вот. Вот такие вот квадраты раньше на ЕГЭ я пока не встречал. А вот 0,5 в стекле уже даже 2 раза это встречалось. Вот. Или даже 3. В этом году был такой же квадрат. Вот. Ну, собственно, на этом с этой задачкой все. Перейдем к следующей задаче. Следующая задачка имеет условие. Найдите все значения параметра, при каждом из которых система из двух уравнений имеет более двух решений. Эта задачка предлагалась на основной волне ЕГЭ года два-три назад, и она модельно похожа на те задачи, которые мы сейчас с вами разбираем. Давайте ее разберем. Значит, первое уравнение не содержит параметра, но мы начнем с него как обычно, но можем сразу заранее сказать про второе уравнение. Второе уравнение задает прямую. И в зависимости от параметра, прямая двигается вверх-вниз, либо вправо-влево. Это кому как удобней. Ну и, собственно, в первую очередь, наверное, основная сложность данной задачи — просто нарисовать множество точек, заданное первым уравнением. Ну, половина сложности данной задачи — это рисование множество точек, заданное первым уравнением. Давайте это сделаем. Нуль модуля — это прямая, заданная уравнением. 2х минус у равно 10. Ну, или можно написать, что у равно 2х минус 10. Схематично эта прямая выглядит как-то так. И правее этой прямой модуль раскрывается знаком плюс, потому что из х с положительным коэффициентом вычитают что-то там. Здесь со знаком плюс раскрывается модуль, здесь со знаком минус. Понятно? Значит, первое уравнение. При условии, что 2х минус у минус 10 будет больше либо равно нуля. Это вот как раз здесь. 2х минус у минус 10. Больше либо равно нуля. Вот этот плюс я имею в виду, что вот здесь больше либо равно нуля. Здесь у нас 2х минус у минус 10 равно нулю. Ну, с минусом ничего не буду расписывать, чтобы уже не загромождать рисунок. При этом условие первое уравнение будет выглядеть следующим образом. Модуль раскрывается знаком плюс. Ну и перепишем это все. х квадрат минус 8х плюс у квадрат плюс 4у плюс 15 равно 8х минус 4у минус 40. х квадрат минус 16х плюс у квадрат плюс 8у плюс 55 равно нулю. Как мы видим, коэффициент при х квадрат и при у квадрат равен единице. Ну, равны они между собой, эти коэффициенты. И отсутствует слагаемая x, y. Значит, намек на то, что вот это уравнение второго порядка, относительно переменных x и y, задает окружность. Ну, чтобы это понять, нужно выделить полные квадраты. x минус 8 в квадрате плюс y плюс 4 в квадрате. Я добавил 64, добавил 16. Значит, их нужно вычесть. Минус 80 плюс 55 равно нулю. В итоге мы получаем уравнение окружности с центром в точке 8 минус 4 и радиусом 5. Пойдемте дальше. Посмотрим, какое мы уравнение получим, когда модуль раскроется со знаком минус. Ну, здесь будет все еще проще. Расписываю уравнение. И вижу, что линейные слагаемые с x и y сокращаются просто. Все еще лучше получается. Получается уравнение x квадрат плюс y квадрат равно 25. Это окружность с центром в точке 0,0 и тоже радиусом 5. Попробуем нарисовать это множество точек. Ну, давайте нарисуем вначале вторую окружность с центром точки O и радиусом 5. Ну, как-то схематично она вот так вот выглядит. Но нам нужна не вся окружность, вот эта вот, а только ее часть. То есть та часть, которая будет находиться левее вот этой вот пунктирной прямой. потому что у нас вот здесь со знаком минус, но вот это множество раскрывается модуль уравнения, который находится в уравнении 1. Понятно? Поэтому еще раз мы берем пересечение моей окружности с вот этой вот полуплоскостью. Это остается только вот вот эта вот часть окружности, ну или дуга окружности, можно сказать. Стираем лишнее и рисуем. Вторую окружность уже с центром в точке 8 минус 4. Ну, какая-то такая будет окружность. Обратите внимание, что вот эти вот окружности, две, пересекаются в тех же самых точках, где они пересекают вот эту пунктируемую прямую. Почему так должно было обязательно произойти? Потому что у меня под модуль находится линейная функция. И здесь у меня всякие степенные функции были. И изначально кривая, заданная степенным уравнением, от если переменных х и у, это непрерывная кривая. И появление модулей где-то только надламывает эту кривую, но никак не разрывает ее. То есть не могло быть такого эффекта, что одна окружность такая, другая такая. Понятно? И вот здесь такой разрыв. Такого не могло произойти. И это как бы, если у вас такое произошло, это верный признак того, что вы где-то ошиблись в арифметике. Понятно? Хорошо. Ну и у этой второй окружности мы тоже стираем часть. Ну и вот это будет множество точек, заданное первым уравнением. Хорошо. Давайте схематично нарисуем прямую, заданную вторым уравнением. х плюс 2у равно а. Второе уравнение. х плюс 2у равно а. у будет равен а пополам минус х пополам. То есть угловой коэффициент прямой, заданной вторым уравнением, будет минус одна вторая. Это коэффициент при х. Согласны? Это вот какая-то вот такая прямая. И вот эта точка будет иметь координату а пополам. Точка пересечения ординату а пополам, точка пересечения моей прямой с осью о у. Понятно? Дальше что? Дальше тут надо кое-что заметить. Выделим центры каждой из моих окружностей. Вот это у меня о 2 в моих обозначениях. это о 1. И можно заметить следующее, что угловой коэффициент прямой тоже минус 1 вторая. Прямой о 1 о 2 тоже минус 1 вторая. Это говорит о том, что вот эта вот прямая сейчас мы как-нибудь напишем назовем ее прямой L. Прямая L будет параллельна прямой о 1 о 2 так как имеют одинаковые угловые коэффициенты. Зачем мне это знание нужно? Мне это знание нужно для следующего. я теперь понимаю, что моя прямая в зависимости от параметра A двигается наверное даже вверх. Я увеличиваю параметры A и прямая начинает двигаться вверх. Если она коснется одной окружности, то она коснется и второй окружности. То есть касание будет происходить одновременно с двумя окружностями. Но окружность еще потому, что одинаковых радиусов. давайте это красиво изобразим. Вот, ребята, у нас нарисовано красиво уже синее множество точек. Изображена пунктирная вот эта синяя прямая, которая разграничивает наши две окружности. И, собственно, красным пунктиром изображена прямая, которая двигается в зависимости от параметра вверх-вниз. Давайте ее подвигаем. Вот сейчас красное множество точек пересекает синее множество точек, без пунктирной прямой, не пересекает вообще ни в одной точке. Увеличиваем А, мы брали какие-то маленькие, увеличиваем А, и в какой-то момент у меня красная прямая пересечет две моих окружности в двух точках, и решение у меня будет два. Это неподходящий случай, но если дальше продолжить увеличивать параметры А, то решение уже будет четыре. То есть будет четыре пересечения моей прямой с синей множеством точек. Идем, идем, идем. Вот эти четыре решения нам подходят. Вот эти значения параметра на А нам подходят. Увеличиваем до следующего критического положения, когда у нас будет три пересечения нашей прямой с вот этими двумя частями окружности. Продолжаем увеличивать значение параметра. Теперь у меня прямая пересекает в двух точках наши две части окружности синие. Дальше увеличиваем А. Эти А нам кстати не подходят до вот такого положения. и будет тут теперь три решения и продолжим увеличивать значение параметра. Прямая будет двигаться все дальше вверх, уже будет четыре решения до момента, когда прямая коснется сверху уже сразу двух вот этих окружностей. Тут будет два решения, это уже неподходящий нам случай. Ну а потом, если я буду увеличивать значение параметра, прямая уйдет еще выше и решения вообще уже не будет, это значение. Глядя на эту картинку, мы можем потихонечку получить ответ на задачу. Собственно, нам нужны прямые от вот этой не включая, до вот этой включая, от вот этой прямой включая, до вот этой прямой не включая. Можно даже изобразить как-то не просто прямые, а промежутки. Вот, я как бы нарисовал множество точек, которые заметают искомые мне прямые. Понятно? ответ будет выглядеть следующим образом. А принадлежит от параметра А1 до параметра А2 включая, А1 не включая. Объединение параметра А3 включая, до параметра А4 не включая. Ну и как обычно найдем отдельно параметры А1, А2, А3, А4. Начнем с самого простого. На мой взгляд самое простое это найти значение параметра А3. Ну и А2 на самом деле. Для этого мне просто надо эти параметры находятся в условии, что моя прямая Y равная А пополам минус X пополам проходит через точку пересечения через вот эту точку и через вот эту точку. Согласны? Как эти точки можно найти? Давайте мы их назовем как-то эти точки. точка А точка В первую очередь наверное найдем эти точки. Точка А неизвестна точка В неизвестна. Из каких условий мы найдем эти точки? Можно написать фактически точки пересечения вот этой окружности и вот этой окружности. И можно написать систему двух уравнений второго порядка и решить эту систему. Можно, но это сложно. Наверное проще найти точку пересечения вот такой пунктирной прямой с одной из этих окружностей. Лучше взять вторую окружность которая имеет центр точку 00. Так и сделаем. Система прямая у равно 2х минус 10 второе уравнение х квадрат плюс у квадрат равно 25. Вот. Не спрашивайте меня как я это сделал. Наверное это легко решает система. мы получаем следующее что одна из точек это будет 5-0 вторая точка это будет 3 минус 4. Это реально легко решаемая система уравнения вам просто надо y отсюда подставить вот сюда. Тут можно заметить следующее что вот тут 3 здесь минус 4 короче вот этот отрезок 4 имеет длину это 3 но это как раз 5 логично что у нас такая есть точка с координатами 3 минус 4 но с точкой 5 0 и так многие из вас могли по картинке заметить что она у вас появляется такая точка вот ну это понятное дело точка b это точка а дальше находим значение параметра а2 моя прямая проходит через точку а вот в это уравнение я подставляю вместо x y 3 и минус 4 а равно 3 плюс 4 плюс 2 умножить на минус 4 а2 получаем минус 5 ищем а3 а3 равняется вот в это уравнение вместо x y подставляем 5 и 0 5 плюс 2 умножить на 0 равняется 5 все мы нашли а2 и а3 осталось найти а1 и а4 сделаем это а1 и а4 найдем из условия что расстояние от центра от центра одной из этих окружностей ну возьмем конечно же точку 0 0 до вот этой прямой и до вот этой прямой равняется радиусу окружности понятно то есть расстояние точки 0 0 до прямой x плюс 2y минус а равно нулю равняется радиус окружности в нашем случае это 5 так давайте запишем дробь числитель модуль от левой части уравнения прямой и вместо x y мы подставляем 0 0 0 плюс 2 умножить на 0 минус а модуль закрыли делить на длину нормальной нашей прямой то есть на корень из 1 в квадрате плюс 2 в квадрате и равно 5 в итоге мы получаем что модуль а равняется 5 корней из 5 или мы получаем что а равняется плюс минус 5 корней из 5 один из этих а это как раз а1 со знаком минус со знаком плюс это а4 ну и в итоге мы получаем тот ответ который был изначально у вас написан для вас написан промежуток от минус 5 корней из 5 до минус 5 и от 5 до 5 корней из 5 5 и минус 5 включая две другие точки не включая вот этот же результат с а равное плюс минус 5 корней из 5 можно было получить немножко другим образом через просто геометрию можно было рассмотреть вот такой треугольник давайте даже нарисуем вот это расстояние есть а пополам ну из-за того что мы имеем дело с прямой y равно а пополам минус x пополам вот это а пополам поэтому вот здесь а пополам вот это пятерка и можно заметить что вот этот уголочек совпадает например ну или проще вот как-то так рассуждать вот этот уголочек совпадает вот этим уголком я беру положительную уголку тангенс вот этого уголка то есть это будет угловой коэффициент вот этой прямой ну со знаком плюс только то есть можно здесь поставить фи тангенс фи равен одной второй хорошо это я к чему к тому что вот это будет тогда пять вторых вот этот отрезочек ну а дальше можно написать терем Тифагора для вот этого треугольника и получить что а в квадрате равняется двадцать пять на пять сто двадцать пять ну собственно и получить тот же самый результат по нашей задаче на этом задачку мы эту решили перейдем к следующей задаче не а вот м а а а